у меня участок располагается садовом товаристве и у нас постоянно проблемы с электричеством постоянно проблемы у нас тут нету газа и первую очередь когда у меня стал вопрос как будет будущее мой дом отапливаться и как будет функционировать отопление моего дома мне этот основной момент интересовал я на одних европейских сайтах увидал один интересный несколько домов известного архитекта увидал его дома дома у него все располагались вокруг его трубы круглая труба или овальная труба и она вот так через весь дом проходила и выходила получается через первый этаж второй и выходил за уровень крыши и получается она была как элемент основной архитектуры дома это труба мне эта идея очень интересно оказалось потому что мы привыкли что у нас все наоборот мы сначала строим дома потом предварительно где-то на плане указываем какой-то камин какой-то топочный элемент и просто выводим потом дымоходы и все остальное здесь немножко по-другому когда я смотрел на архитектора видел его дом вокруг этой трубы мне очень очень удивило потому что там диаметр кольца где-то 1800 и все сначала человек камин выкладываю потом уже на камин выкладываю уже периметр получается вот эта окружность выгонял до самого верха до 10 там тире 16 метров он выгонял вот у меня труба до 10 метров доходит я посчитал чистой с экономической с точки зрения сколько мне обойдется укладка такой трубы полностью из кирпича а вот до самого получается 10 метров и до того что найти человека кто мне такую трубу в диаметре ровно симметрично выложит до самого верха и соблюсти ее что она не влево не не вправо не ушла и было так можно сказать внутри находилась шахта которого можно обслуживать дымоходы и в ней проходят определенные там же самое какая-то электрика и спрятаны какие-то виды которые мне нужно в дальнейшем доме но я решил немножко пойти по простому варианту я решил сделать это из бетонных колец ну вот мы располагаемся сейчас внутри дома у меня получается труба это стоит на фундаменте на моноплите нагрузка тут равномерно распределена нагрузка вся в общем играет плита на у нас вот так вот может ходить по разу но вот она стоит на основе я тут ничего не усиливал у меня просто тут был металлический скелет из арматуры связанные все это заливалось и получается от платформы от зависимости других помещений она такая же как и здесь где камин вот это вот я выложил получается каменный портал вот это уже можно сказать плотный кирпич не пустотелый а плотный и уже на это плотные вот это вот основа у меня получается как есть фундамент под мои кольца когда я коснулся найти настоящие бетонные кольца оказалась проблема потому что у нас на рынке очень много халтуры очень плохие кольца они не армированы и можно сказать быстро ломается связи с тем что у меня вот можно обратить внимание что у меня все-таки это опора дома второго этажа к ней приходят балки перекрытия и на нее ставится уже второй этаж естественно это очень сильно заморочился и поехал на несколько заводов бетонных и заказал вот такие вот себе кольца которые реально по гостам по нормативам залиты кольцо в диаметре у меня здесь метр двадцать в папу маму она заходит получается что они между собой не ходили как единая конструкция получается собирается и внутри кольца там получается у меня шахта находится но это кольца я сделал усиленные уголки металлические которые на инкера я за основной части основного фундамента получается под кольца задепилился они никуда не симметрично не разъезжаются и можно обратить внимание что опора 2 этажа вот балки они приходят на мои кольца я еще дополнительно это усилил и внутри получается моей шахты проходят еще металлоэлементы которые опираются тоже на вот этот вот фундамент вот такое техническое решение это у меня задвижка там располагаются сэндвичи толстые нержавейки до самого верха они идут во первых если такую трубу обслужить попасть туда можно спокойно залезть в эту шахту поменять или что-то почистить всегда это в доступе возможно сейчас что мы будем делать сейчас нас первую очередь будет также опять утепляться пенопластом все конденсат у нас здесь не было и также диким камнем все это будет облицовывать это уже после дизайнерское решение что я шел на этой трубе еще расположить телевизор и у меня там же также в этой трубе проходит антенна также интернетная слаботочка все проходит что мне вот не надо дополнительно что-то где-то кабель поменять у меня все это спрятано моей в шахте я решил сделать не один камин один у меня камин будет со стороны зала большой гостиной располагаться а второй камин будет располагаться со стороны получается такая можно сказать закрытая терраса она располагается выход на задний двор можно сказать открыть можно вот эти на террасе окна двери и можно сказать ты как будто как на улице сидишь под получается какая-то барбекюшка или какая-то такая каминная зона но и в плане до того что я постарался что и одним камином можно протопить или можно одновременно протопить два камина тоже такое пространство очень быстро где-то мне это затратилось где-то примерно полтора часа там два я продавил большую площадь своего дома в районе 186 квадратов вот это вот мне очень позволяет это сделать очень быстро и надежно много решений было чем облицевать все таки это в гостиной располагается как две зоны разделить там получается веранда закрыта это получается гостиная огромная вот даже вывел подсветку себе вот такая точечная которая будет освещать вот эту вот можно сказать мою такую трубу декоративную и решил такими можно сказать это уже дизайнерское решение тоже такие получается декоративные полки в виде хай-тека будут располагаться и получается две зоны будут отделены они так будут смотреть что тут камень и там камень ну вот виды отделок может быть разные кто бы как хотел я вот решил дикий камень кто-то зашукатурить но это уже зависит от дизайнерской мысли кто бы как что хочет ну вот мы находимся на втором этаже у нас вот выходит вот часть моей трубы располагается двух спальнях мы одной из спальни находимся я тоже решил диким камнями облицевать. В дальнейшем я сюда ставлю тоже такие же буржуйки стоя и стоя и спальня, и они будут тоже протапливать, можно сказать, дополнительно второй этаж. Вот такая вот интересная конструкция вот этой трубы. Ну вот, по сути, труба моя закончена. Как она выглядит сейчас? Сейчас она облицована диким камнем. Я хотел ее облицовывать диким камнем, что у меня был не просто какая-то плитка, клиппер мои или еще какие-то. Я решил имитировать, что это природный камень, это наш ростовский камень. Он желтоватый, серо-зеленоватый оттенком, и он придает фартуру, придает какой-то, получается, такая вот скала. У меня там специально наверху располагается, так можно сказать, зазор, где у меня выходит, получается, сэндвичи и имитирует, получается, завитрение. У меня находится, вот, если обратить внимание, у меня есть нижняя, где заканчивается труба, на них поднято 4 бетонных блока, и на них лежит уже крышка. Это, получается, у меня вот там находятся уже, как говорится, вот эти сэндвичи для вентиляции, то же самое, и для, получается, для отопления специальной трубы. Ну, вот я вот этой зимой, пока везли отделочные работы, я поставил конструктив, да, каркас поставил, утеплил, установил окна, положил кровяный пирог и положил ОСБ. И вот в это время я специально решил протопить свои камины, посмотреть, как они функционируют будут, как они будут работать, как они будут протапливать дом. Честно, я был полностью в восторге от своего решения. Во-вторых, я реально увидал, как у меня можно, если у меня нету элитричества, вот, просто отключили электричество, потому что у меня система не промерзла, и мне нужно оперативно протопить дом. Камин оказался, получается, в середине дома, и он одновременно и протапливает, и конструктив дома, и балки к нему приходят. Так вот получилось, что труба – это сердце моего дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова